У нас интересный вопрос от Лин с Фейсбука. Я часто езжу и вожу с собой ряд БАДов, и мой багаж просвещивает рентгеновскими лучами. Влияет ли это на питательную ценность, БАДов? Нет, нет, это не влияет. Не волнуйтесь. Быстрый ответ. Хорошо. Разъезжайте спокойно. Секунду, только удалю этот вопрос и перейду к следующему. Джаббарди из Рамбла. Я недавно прочитал, что в Стевии много аксалатов. Мы недавно как раз говорили о Стевии. Это правда? И если да, надо ли избегать ее? Нет, это неправда. Ого, отлично. Я не успеваю зачитывать вопросы. Шеннон с Фейсбука. Моя дочь не может избавиться от грибкового акне. Принимала препараты три месяца, не помогло. Посоветуете что-то для дочери Шеннон? Нет. Конечно, посоветую. Хорошо помогает масло чайного дерева. Масло орегано, чеснок — тоже хорошее средство. Это все натуральные средства против грибков. Так что, да, используйте их. Очевидно, их надо наносить наружно, да? Этим можно принимать и внутрь. Хорошо. Брайан с Ютуба. Как остановить сильные судороги ног? Похоже, у вас какая-то форма синдрома беспокойных ног, а он обычно связан с накоплением молочной кислоты. А средством от этого являются большие дозы витамина В1. Принимайте натуральный. Иногда можно добавлять магний. Он вам тоже поможет. Ведь вы знаете, даже в случае тремора витамин В1 может очень помочь. А судороги, возможно, входят в ту же категорию, что и тремор. Возможно. Хорошо. Таша с Фейсбука. Что вы можете посоветовать от гормональной мигрени? Да, я думаю, что если это связано с менструальным циклом, то я думаю, есть пара вещей, которые вы можете сделать. Первое. Обычно имеет место дисбаланс эстрогена и продестерона. Йод противодействует избытку эстрогена. Это одно средство, которое я бы попробовал. Другое средство — продестерон для местного применения. Порой это помогает. Ещё одно средство называется ДИМ. Это концентрат из крестоцветного растения, который помогает сбалансировать эстрогены. Вот эти средства я бы попробовал. Хорошо. ДС Фьюджи с Ютуба спрашивает, «Как вы думаете, когда я голодаю три дня, вес, который я теряю, это вода или жир?» Кажется, этот вопрос уже был. Я думаю, и то, и другое. Смотря что вы идите до и после. Но если вы долго голодали интервально, не ели углеводы и всё такое, а потом голодаете три дня, то, вероятно, водный вес уже ушёл, ведь он уходит до того, как вы доберётесь до жира. И чтобы перейти на тето-диету, войти в кетос, надо сначала урезать углеводы, а потом избавиться от запасов глюкозы в печени. И тогда вы начнёте сжигать жир. Так вот, если вы голодаете три дня, весь гликоген уйдёт где-то за сутки. То есть вы избавитесь от гликогена, а в нём запасено много воды. Воды в гликогене в три раза больше, чем глюкозы. И после этого, вероятно, будет сжигаться больше жира. Хорошо. Алан с Фейсбука спрашивает, «Можете что-нибудь посоветовать тому, кто работает в ночную смену? Я без проблем сплю днём. Но в какое время лучше есть и голодать?» Во-первых, нужно, чтобы эти смены были постоянными, а не плавающими. И вам нужно просто сместить время приёма пищи. Ведь вы правы, это нарушает ваши циркадные ритмы. Так что вам надо есть три, два раза, или сколько раз вы едите в ночное время с такими же окнами, как если бы вы ели днём, и не менять это. Я думаю, вам также поможет использование различных видов светотерапии, потому что свет контролирует всё это. Кажется, у меня уже есть видео об этом, но если нет, надо будет его записать. Возможно, в ночное время вам нужно включать полноспектральную лампу, которая отчасти имитирует солнечный свет. А днём, когда вы спите, надо позаботиться о том, чтобы вы не подвергались воздействию синего света. Синий свет, особенно синий-фиолетовый свет, то есть начало синей части спектра, стимулирует мелатонин, то есть, простите, блокирует мелатонин. Вот почему вредно пользоваться мобильным телефоном перед сном. Конечно, никто из наших зрителей так не делает, но если вы смотрите на экран телефона перед сном, то на вас воздействует синий свет, и вы просто... О, теперь я... Ваши циклы сна немного запаздывают. Итак, я сниму об этом видео. Я покажу вам, что большинство фильтров синего света не работают. И покажу те, что работают. Я также расскажу о том, чем опасны солнцезащитные очки в плане фильтрации синего света, который повреждает некоторые части глаз. Так что, я думаю, это будет очень важное видео. Ведь люди в огромной мере подвергаются воздействию синего света, который вредит глазам, а также снижает уровень мелатонина. Итак, на этой ноте... На этой ноте, Стив, поскольку мои глаза так пострадали из-за синего света, спасибо огромное за то, что смотрите нас в прямом эфире и за все ваши замечательные комментарии. И до новых встреч. Увидимся в новых сериях ответов на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok